Неспокойные времена. Призывной возраст теперь будет с 18 до 30. Военизация. В экономике России позитивных сигналов нет, только порнухи. Мощный, очень мощный. Хрен поймешь, что Рыбаков имеет в виду. Всем привет. Сегодня воскресенье и поэтому новости на канале номер один про бизнес и деньги. Поехали. В пятницу обломки ракеты упали в Таганроге. Пострадали 16 человек. Как сообщили Минобороны, ракета, которая перехватила ПВО, она упала в центре Таганрога. И в центре Таганрога в музее произошли разрушения. К счастью, жертв нет, но пострадавшие есть. Поэтому пострадавших разместили в больнице. Тех, кто потерял жилье или чье жилье нарушено, разместили во временном центре пребывания. Также обещают даже выплатить компенсацию. Я обычно призываю не впускать в себя информацию, которая не касается лично твоей жизни, чтобы не раздергиваться. Но я считаю необходимым сообщить о таких вот событиях, потому что они касаются всех нас. Неспокойные времена и потому лишний раз поберечься и быть осторожным не помешает. В Санкт-Петербурге прошел саммит Россия-Африка. Участники — представители 49 стран африканского континента. Африка огромная, а Россия вот на глобусе она выглядит столь же огромной, как Африка, но это искажение. На самом деле, если Россию наложить на Африку, то получится так. Вот, например, Северная Африка будет размером с Россией. Ну, вообще говоря, африканский континент раза в три больше по площади, чем территория России. Так вот, прошел такой очень интересный саммит. И в первый день африканского вот этого саммита выступал президент Путин. Очень интересно слушать эти сообщения, как в первый день африканского саммита выступил Путин. Привыкайте к новым словам. Зимбабве, Африка. Главная из речи президента. После того, как зерновая сделка закончилась, Россия готова заместить поставки продовольствия в страны Африки. И в ближайшие месяцы шесть стран получат 25-50 тысяч тонн зерна с бесплатной доставкой. Второе. Президент сказал, что проработки также 30 перспективных энергетических проектов в 16 странах Африки. В том числе с применением мирного атома. Ну, видимо, касательно атомных электростанций. Далее идет работа по открытию представительств ведущих российских средств массовой информации в Африке, ТАСС, РИА, новости, телеканалы РТ, ВГТРК и других. В планах открыть в странах Африки филиалы ведущих в вузов страны. О, будем обучать Африку. Отлично. И Путин также предложил создать школы, в которых будут изучать русский язык и преподавать на нем. Вот это интересно. Дело в том, что мои друзья открывают в Африке школы. Более тысячи школ уже открыли. Там действительно прорастает население и, да, хоть и платежеспособность не велика населения, но населения очень много. И поэтому предприниматели, кто занимается образованием и так далее, добро пожаловать в Африку. Также Путин подчеркнул, что Россия уже списала странам Африки долги на сумму 23 миллиарда долларов и планируется выделить еще на списание долгов 90 миллионов долларов. Вообще говоря, ну, здесь такая тема, что лучше не давать в долг соседу, если ты знаешь, что сосед не вернет деньги. Ну, не надо давать в долг, если людям нечем платить, потому что понятно, что потом придет время платить, они придут, скажут, продлите нам долг или рефинансируйте нам долг. Поэтому лучше списать, забыть и больше не давать. Пригожин тоже был на форуме, без Пригожина опять ничего не обходится, поэтому все нормально, Евгений Пригожин на месте. И в соцсетях даже появилось фото Евгения Пригожина с представителем Центральной Африканской Республики. Это одна из стран Африканского континента. На нем они пожимают руки друг другу. Пригожин и вот представитель Центральной Африканской Республики. И ранее Пригожина проверка информацию о том, что группа Вагнера покинет Африканский континент. И добавил, все обещания, данные ЧВК Вагнер будут выполнены до конца. Напомню вам, что давеча Евгений Пригожин комментировал, что ЧВК Вагнер работает Центральной Африканской Республики несколько лет. И представитель ЧВК Вагнер даже был советником по безопасности президента Центральной Африканской Республики. В общем, до нас доходят очень отрывочные сведения, что там, как, там очень много войн, каких-то столкновений и так далее. Недавно поступили сведения об очередном перевороте в одной из стран Африки. Давайте так, если вы будете мне кликать, я сделаю целый специальный выпуск про Африку. А для того, чтобы быть наиболее объективно, я, пожалуй, даже сам соберу манатки и поеду и сделаю вот это вот турне. Илон Маск. Ну как же без Илон Маска? Илон Маск планирует изменить социальную сеть Twitter. Вы знаете, он ею владеет. Недавно он объявил о ребрендинге. Ну, видимо, в ответ новой социальной сети Цукерберга, знаете, Фредс. Илон Маск, чтобы не потерять трафик, очень здорово подсуетился и решил объявить о ребрендинге. И убрал птичку, значит, с логотипа и поставил просто букву Х. Как мне говорят, это буква Х, но мне она напоминает букву Х. Знает, что это там такое вот и так далее. Очень мощный ход. Мощный, очень мощный. Если бы с сайта x.com не распространялось порно все это время, да, поэтому некоторые страны, например, Индонезия, немедленно забанила Twitter именно потому, что с сайта x.com распространялось порно. Причем там было столько порнухи. Ну, просто заходишь и там на тебя вываливается, ну, понимаете ли. Кстати, российский Роскомнадзор заявил, что не намерен разблокировать Twitter даже после ребрендинга. Поэтому, ну что, все обменялись заявлениями, выиграл кто? Илон Маск. Потому что Илон Маск опять владеет информационным пространством. Ну и надо же, статистика упорно говорит, что время, проводимое новыми юзерами в социальной сети Фредс, который открыл Цукерберг для атаки на Twitter, для того, чтобы убить Twitter, как он заявил, так вот время, которое они проводят в соцсети Фредс, стремительно уменьшается, просто по наклону. Поэтому, на самом деле, скорее всего, через пару-тройку месяцев, ну, может, полгодика, да, вот мы увидим тихую смерть в социальной сетке Фредс. Я очень рад, что Илон Маск здесь показал свой вот гений предпринимательства. Ответил, ну, буквально вот на следующий день, после вот этой вот атаки сменой логотипов. Более того, выбрал x.com, на которой было много порнухи, а потому все знали этот сайт. В общем, Илон Маск настолько действует не традиционно, без шаблонов, вот без какого-то вот, мне кажется, он вообще не думает, когда делает, он вот интуитивно выхватывает самое виральное, самое экспоненциальное, да, делает и все, и это работает. Поэтому, ребята, действуйте, как Илон Маск. Если вы будете изучать что-то, терпеливо собирать какую-то информацию, пока будете собирать, все уже станет неактуальным, и вы опять не успеете этим воспользоваться. Поэтому я хочу дать вам шанс стать обладателем мышления 21 века, чтобы вы стали быстрым, точным, таким прозорливым, да, и заранее чувствовали и видели тренды, задолго до того, когда другие еще не видят, а вы уже видите, и вы можете первым воспользоваться. Вы же знаете, кто первый стал, того и тапки. И вот это все я передам вам на специальном авторском курсе «Предприми себя». Только что прошел выпускной вечер предыдущего потока. Это было невероятно. Посмотрите эти кадры сами и убедитесь. Теперь люди, которые прошли «Предприми себя», могут воспользоваться возможностями. А раньше они просто не видели, они жили в шаблоне, они жили в коробке, они жили в матрице, а теперь они свободны, они вышли из матрицы. Вы же знаете, что умение хотеть то, что нужно тебе, на самом деле это и есть ключ к процветанию. Так вот, легендарный авторский курс «Предприми себя» от Игоря Рыбакова – это и есть вот этот ход мастера. Ты станешь обладателем мышления 21 века. Приглашаю тебя, ссылка будет под этим видео. Регистрируйся. Новый поток стартует уже в сентябре. Места раскупаются очень быстро, поэтому поторопись. Госдума и Совет Федерации очень быстро приняли закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Депутаты отклонили поправку, которая устанавливала переходный период, и сразу с января 24 года установили, что призывной возраст теперь будет с 18 до 30 лет. Напомню, раньше предполагалось, что призывной возраст будет изменен. Не 18 лет будет, а 21. Но вот эти вот все инициативы были отклонены. Более того, 18 осталось, да, а 28, как раньше было ограничение, да, его заменили на 30. Итак, законопроект о расширении призывного возраста предусматривает, в частности, еще вот что. Губернаторы смогут создавать в регионах собственные военные компании и вооружать их. Вот это вот реальная новация. Это делается в интересах усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Военизация российской действительности будет происходить теперь по закону. Итак, депутат Картополов предложил считать это народным ополчением, например, в борьбе с диверсионными группами и так далее. Также были приняты и другие призывные законы, которые существенно меняют расклад. Будьте сейчас особо внимательны. Итак, первое. Закон о запрете выезда призывников из РФ со дня размещения повестки в реестр. Помните, я вам говорил о законе, который предусматривал 7 дней после того, как тебе разместили повестку, ты должен был там явиться, объявиться и т.д. Сейчас это будет моментально закрываться, возможность куда-либо выехать. Это действительно очень мощная новация, будьте внимательны. Далее, закон об увеличении штрафов до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке. Как вы помните, несколько месяцев уже действует закон об электронных повестках, если вы не просматриваете свой кабинет, где эту повестку размещают, но это не отменяет ваши обязанности явиться по повестке. А как вы узнаете об этом? Ну, вы узнаете об этом по заблокированным счетам и так далее, потому что вот, ну или вот, например, по этим новациям, по невозможности пересечь границу. В этом наборе новостей, безусловно, есть и хорошая часть. Госдума и Совет Федерации ушли на каникулы, поэтому до сентября новых законов принимать не планируется. Путин подписал закон, долгожданный закон о проверке денежных переводов физлиц на мошенничество. Теперь банки будут обязаны проверять и полностью возмещать средства, переведенные без согласия клиентов на счета злоумышленников. Статистика такова. В прошлом году, двадцать втором году мошенники украли у россиян 14 миллиардов рублей по материалам Центрального банка России. Вот, а вернули, вернули, да, четыре с половиной процента, то есть где-то 600 миллионов рублей. Ну, не так-то уж много. Все остальное не вернули, потому что по объяснениям для Центрального банка, который дают коммерческие банки, они говорят, ну, эти действия злоумышленники как бы сделали, но клиенты как бы сами виноваты. Ну, и, видимо, Центральный банк решил позаботиться о россиянах и сказал, вот, чтобы люди не страдали, ужесточаем требования. И теперь, когда за каждую там микротранзакцию вас будет требовать пин-код, не расстраивайтесь, это в интересах вашей безопасности. Не расстраивайтесь. Дело в том, что банки смогут по новому указу также замораживать операции на два дня в случае подозрения на мошенничество и вовсе отключать дистанционное обслуживание. Поэтому, если вдруг платеж до вас не доходит, звоните срочно в колл-центр, убеждайтесь, что он там завис на проверке. Ну, а если вы кому-то не можете пропихнуть платеж, тоже звоните в колл-центр. Колл-центры получат дополнительную нагрузку, народу прибавится, это все-таки какие-никакие рабочие места, новые рабочие места, вот, поэтому неплохо. Смешно, конечно. Но, тем не менее, мошенничество нарастает, это объективный фактор и что-то с этим надо делать. И, вы знаете, квалификация юзеров, ну, не успевает расти так быстро, как квалификация мошенников. Можно, конечно, регулировать все это, вот как центральный банк делает, можно призывами там, призывать, уговаривать и т.д. Но есть ключевой способ, который самый действенный, это образование, повышение своей образованности, то есть готовность действовать вне определенности на высоком уровне и обеспечивает для себя качество проживания жизни. Вот именно такой способ я вам и рекомендую. Поэтому здесь, под этим видео, я укажу ссылку на магистратуру Игоря Рыбакова в МФТИ. Моя альма-матер, где я учился, выпускником, которой я являюсь, я сделал магистратуру, бизнес-магистратуру. Ключевой ученик, студент, это предприниматель, бизнесмен, у которого уже есть устойчивый бизнес на 500 миллионов в годовой выручке или даже миллиард. Моя задача за время обучения дать шанс человеку вырасти кратно. Поэтому, смотрите, бизнес-магистратура Игоря Рыбакова в МФТИ, это не только академический диплом ведущего STEM-университета мира, физтех, ведущий университет мира, но еще и реально модели мышления, которые позволяют кратно расти в бизнесе и не только. Поэтому под этим видео будет ссылка, всего 20 мест в бизнес-магистратуре и это уникальный шанс для многих людей, я напомню. Ярц Рыбаков стоит 10 миллионов за годовое обучение, а магистратура только 2. Ребята, места кончатся очень быстро, поэтому спешите. Предупреждаю, будет серьезный отбор, эссе, приготовьтесь к вступительным испытаниям, экзаменам, поторапливайтесь. Это реально шанс для вас поступить в бизнес-магистратуру Игоря Рыбакова в МФТИ. Я жду вас. Российские банки перестают принимать доллары и евро через банкомат. Такая опция раньше была, можно было такие валютоприемники, там совать валюту и она зачислялась тебе на счета. Вот сейчас отключают эту опцию, она еще осталась в Альфа-банке и Тинькофф-банке, но, например, в Тинькофф-банке комиссия за внесение валюты на свой счет может составлять пять процентов, может быть десять. Будьте внимательны. В общем, большинстве банков не стали комментировать эту ситуацию, сообщили, что это связано с санкциями против банков, отключением от SWIFT, ну и общим падением спроса на вот эту услугу. Ну, видимо, долларов и евро не стало на руках населения и вносить, в общем-то, нечего, а поддерживать эту функцию, инкассировать в банкоматах, ну, это расходы. Поэтому банки идут по пути либо отключения этой опции или повышения комиссии, поэтому будьте внимательны, когда вы используете эту опцию, возможно, нарветесь на комиссии и так далее. Все это происходит на фоне рекордной прибыли банковской системы. За первое полугодие 11,7 триллиона рублей чистые прибыли в банковской системе. Это рекорд, это больше, чем вся прибыль за 2020 год. Поэтому, ну, конечно, знаете, от чего прибыль? Я вам так скажу. Валюта, например, зачислена на счетах, но вы знаете, да, в июне состоялось вот это огромное ослабление рубля, да, ну вот, пожалуйста, вот вам и прибыль. Поэтому, на самом деле, это все бумажная, так называемая, прибыль, прибыль от переоценки, но, тем не менее, что есть, то есть, отчеты, они цифры содержат. Реально в экономике России никаких существенных позитивных сигналов нет, кроме того, что следующее, денег-то мы можем напечатать, а вот товары произвести быстро, тех, которых не хватает, мы не сможем, поэтому цены будут расти. Поэтому, если кто хочет позаботиться, чтобы у вас были строительные материалы, заранее оплачивайте счета в компанию Технониколь. Многие сейчас мне звонят, говорят, Игорь, можно нам на нашу стройку, там, нам каменной ваты не хватает. Я вам так скажу, квоты на каменную вату уже до ноября, а в следующем месяце будет до декабря или до января. Ну, вы понимаете, да, поэтому, если вы сейчас рассчитываете заказать строительные материалы на ангар, на какой-то завод, на дом и так далее, ну, заказывайте заранее. Деньги допечатывать легко, новые, да, а вот товары произвести, это либо их надо завод построить, а этот цикл, знаете, какой, минимальный завод построить, там, маленький какой-то год, а какой-то большой три года, а такой, например, проект, как НПЗ или там какие-то, где пластики происходят, 10-12 лет, а в условиях нынешних ограничений это еще может быть больше. Поэтому смотрите, заранее заботитесь о том, если вам нужны какие-то товары, изделия и так далее. Вы помните, я вам рассказывал про Зару, которая ушла из России, а потом вернулась, но вернулась уже не под именем Зара, а под именем МАК. Такое магическое слово, я думал, о, красиво какой МАК, наверное, все будет так же, как раньше с Зарой, но не тут-то было. Магазины могут начать закрывать из-за рекордно низкой выручки. Что же происходит? За три месяца работы выручка этих магазинов оказалась 7-8 раз ниже, чем у испанского оригинала Зара. Зара зарабатывала в день 2-3 миллиона рублей, 2-3 миллиона рублей хватало, чтобы содержать продавцов, нести все затраты, получать неплохую прибыль, развиваться, а у МАК выручка 300-400 тысяч в день. Может волноваться еще не надо, потому что несколько месяцев, однако в ритейле есть правило, если в три месяца после открытия точки ты не вышел на плановые показатели, в принципе с 80-процентной вероятностью ты уже не выйдешь никогда. Все эти промо там мероприятия и так далее могут раскачать искусственно выручку, но так устроен ритейл. Поэтому на самом деле компания МАК, они понимают что-то в бизнесе, если уже начали бить тревогу. В союзе торговых центров России подтвердили, что дела с продажами у бренда вот этого идут не очень хорошо. И причины-то в общем-то тоже понятны. Все-таки Зара есть Зара, а МАК, который приводит какой-то там набор брендов, которым торговала Зара, ну там, во-первых, не все есть, во-вторых, это не Зара. Вы знаете, люди же, которые увлекаются вот этим модой и так далее, бренд имеет значение, правильно? Ты, например, очень любил Зару и пришел в какой-то МАК, ну видимо состояние другое. Ну вообще, я говорю, я так устроен. Интересно, как ты устроен, напиши мне в свои комментарии. Фильм Барби и Оппенгеймер покажут в российских кинотеатрах не раньше осени. Весь мир сходит с ума по этим фильмам. Чего они сходят с ума, ну вот, не знаю. Ну, короче говоря, в России дельцы уже научились завозить санкционку, да, через Казахстан, получают копии нелегальные, да, и вот эти вот правообладатели, они с этим борются. Поэтому, друзья мои, я уверен, что каждый из вас, кто захочет посмотреть Оппенгеймер и Барби или другие фильмы, найдет способ это сделать. Не буду здесь комментировать, какие, но ведь мы все их прекрасно всегда знали. В последнее время мы что-то расслабились, все там на платформах и так далее, да. Вот, сейчас времена такие, что есть много альтернативных сервисов, где вы сможете посмотреть кино с хорошим звуком и так далее. Вот, есть даже специальные секретные платформы, на которых вот все то же самое, что и на официальных платформах, да, вот это такие зеркала. Комментировать не буду, вы сами найдете, если этим интересуетесь. Компания Йоби да Йоби, да что ж такое-то, объявила о создании ассоциации брендов со спорным неймингом. После того, как суд в очередной раз постановил, ну, измените название. Давайте разбираться. Согласно постановлению суда, вот это вот название Йоби да Йоби противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, поскольку оно может быть созвучно с ненормативной бранной лексикой. Ну, конечно, потревожить нежные души людей, которые вот от слов Йоби да Йоби, они прям вот резонируют. Конечно, суд прав. В общем, а в компании взяли и заявили, что планируют защищать права бизнеса на свободное использование креативных идей. Они говорят, Йоби да Йоби — это креативная идея. И в ответку знаете, что они говорят? Мы создадим ассоциацию, чтобы защитить свои права, а также тех, кто так же, как и мы, решил выбрать вызывающее название как часть маркетинговой стратегии. Ну, чтобы привлечь ваше внимание, потребители. Вот ты приходишь в кофейню, там кофе или Йоби да Йоби кофе, ты вот где купишь кофе? Да, кстати, очень интересный вопрос. Может, кого-то отпугивают такие названия, кстати. В общем, в пресс-релизе компания указала список тех, кто готов тоже бороться за права предпринимателей вместе с ней. Хотите эти названия? Ну, чтобы вы кайфанули. Поехали. Итак, магазин интимных товаров в гостях у смазки. Не буду комментировать. Крафтовая сидерия сосидрбль. Пивной магазин сиська пива. Магазин рыболовных товаров козявочная. Рюмочная дядя Блева. Ну, ребят, ну что это? Вы бы пошли в рюмочную дядя Блева. Ну, я понимаю, у нее, видимо, свой там контингент. Я вот 10 лет уже не употребляю алкоголь, но вот даже какая эстетика зайти в рюмочную дядя Блева? Блевануть, что ли? На что они намекают? Действительно ли это ход маркетинговый? Может быть, вы наоборот своих потребителей распугиваете? Вот. Ну, если вы просто экспериментатор и такой, знаете, белка-хулиганка, ну, попробовать, посмотреть, как? Ну, конечно, я бы на вашем месте взял бы и похулиганил, и посмотрел. В конце концов, ну, как мы узнаем о пересечении четырех сплошных линий? Ну, или хотя бы двух сплошных? Ну, как? Когда мы пересекаем две сплошные и получаем по шапке, больно. Ну, и в следующий раз мы думаем, ну, стоит ли пересекать? Всегда запомните, ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Правительство США обнаружило 12 мест крушения НЛО и извлекло из них нечеловеческие биологические останки. Вот такие сообщения, они просто наводнили официальные прессы и были перепечатаны. РИА известны о людях, которые пострадали в ходе усилий правительства по сокрытию информации об НЛО. Также он сказал, что он опасается за свою жизнь. Знаете, все эти вот мистеры Груш, полковники или кто-то, Макгрегоры, которые постоянно сообщают что-то. Вы знаете, кто пишет эти новости? Ну, вы же не знаете, поэтому, когда вы очередной раз какую-то новость читаете от мистера Груша со ссылкой, что это официальные там источники сообщили. Ну, я вам так скажу. Ну, просто какой-то чувак там решил, ну, поразвлекаться, повеселиться или ему заказали какую-то там инфоутечку и так далее, а вы все это читаете. Не парьтесь, никаких НЛО нет и не было, а все эти заявления по НЛО, это вот эта вот вся история заговора и вот этого таинства. Люди, на самом деле, очень ведутся на то, когда им морочишь голову какими-то таинственными вещами, которые они понять не могут. Поэтому, если вы хотите быть очень влиятельным, да, станьте непонятным. Вот как я. Хрен поймешь, что Рыбаков имеет в виду, когда он говорит что-то. Если вы вдруг в какой-то момент начали меня понимать, да, значит, моя влиятельность как рукой смыла. Понятно? Ну, все, а что? Если Рыбаков стал понятный, ну, так что? Все, ты такой же, как и я и так далее. Поэтому вы никогда не поймете меня и я буду продолжать быть влиятельным. И в финале, вот на фоне того, что Госдума ушла в отпуск, Совет Федерации тоже ушел. А что делать? Наша съемочная группа и я, Игорь Рыбаков, тоже ухожу в небольшой отпуск. Поэтому в августе никаких новостей. Но без контента мы вас не оставим. Мы заготовили для вас очень мощные вкусняшки. Насладитесь ими. Так же, как я наслаждался, когда мы создавали их. Ведь это все с душой, с сердцем и так далее. Ну, а в сентябре мы встретимся, как обычно, и продолжим наше совместное проживание, наше повышение осведомленности и компетенции жизни. И вы удивитесь. Удивитесь от того, что начнет происходить. Поэтому до сентября живите счастливо и нежно и давайте вместе размножать хорошее. Пусть плохому места просто не останется.